Эфир 49-го канала продолжит рубрика «История одной награды», которую мы выпускаем совместно с региональным центром патриотического воспитания. Настоящий подвиг должен был совершить человек, чтобы получить главную звезду Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны таких подвигов совершалось немало. Пятиконечная золотая звезда на груди ветерана Александра Яковлевича Ансупова появилась в 1943 году. Сегодня 94-летний фронтовик, последний герой Советского Союза из всех сибиряков-героев Великой Отечественной войны. В апреле 1934 года в СССР установили высшую степень отличие. Звание Героя Советского Союза. Знаком особого отличия стала медаль «Золотая звезда». Награду вручали за совершение подвига, причем не только во время боевых действий, но и в мирное время. За годы Великой Отечественной войны героями Советского Союза стали больше 11,5 тысяч человек. Из Новосибирской области на фронт ушли больше 600 тысяч. Вернулись далеко не все, среди них были и герои. Многие из которых «Золотую звезду» получили за форсирование Днепра осенью 1943 года. Именно от быстрых и решительных действий при преодолении таких крупных водных преград, как Днепр, во многом зависел успех военных операций Красной Армии. Александр Яковлевич Анцупов получил свою «Золотую звезду» именно за форсирование Днепра. В 1943 году он был командиром отделения мотострелкового батальона 69-й механизированной бригады. За его плечами уже были крупнейшие танковые сражения. Там у нас сражения были. И на Прохоровке еще Курск. Курск вышли в Полтавскую область. Полтавскую область освободили. Потом Сумскую, Черниговскую захватили. И вышли мы на город Переяслав-Мельницкий. В этом самом месте батальону, в котором воевал Александр Анцупов, и предстояло форсировать Днепр. Понтонные мосты, погруженные на эшелоны, разбомбили немцы. Поэтому, когда армия подошла к реке, переправляться было уже не на чем. Плоты вязали из всего, что попадалось под руку. Но этого было мало. Неоценимую помощь оказали партизаны. Вот вам пароль, вот вам маршрут. Мы договорились с партизанами всего Козинцы. Вот вы идете туда, они должны дать лодки. У партизан в этот момент было только две маленькие лодки. К утру с помощью этих лодок и подручных средств наши воины смогли перебраться на противоположный берег реки. Мы первые форсировали. Вот. Нас, значит, было 12, 6 моих с отделения со мной и пулеметчиков уже с обрамового отделения. Надо сказать, что в этом месте немцы меньше всего ожидали форсирования. Но к обороне подготовились. Два вражеских пулемета работали без остановки, мешали перебраться остальным. Утром на отряд Анцупова вышли немецкие танки. Три танка, автомашины с пехотой, мотоциклисты и на нас. Два танка удалось подбить, вспоминает Александр Яковлевич. Третий ушел. Атаку немцев помогла отразить наша артиллерия. Но ненадолго. Через пару часов нашим бойцам уже пришлось отбиваться от 10 танков. В ожесточенных боях на этом плацдарме они бились 38 суток. И у нас ничего не выходит. Мы не можем. Мы только высунемся. А там и вообще и танки не развернутся. Лага разные. Там леса. Вот. Только высунемся мы. А они на горе, а мы внизу. И нас сразу жгут. 12 октября был самый страшный бой. Анцупов был ранен. Потери с обеих сторон были огромные. В отряде нашего героя остались только четверо бойцов. Столько лет прошло, а он помнит каждого своего боевого товарища. И нас осталось, было нас 24 человека там. Осталось только четверо. Вот Кузнецов остался. И вот этот, и Фимов, это 1901 года остался. И этот, еще один солдат был, Пономаревский. Это Ордынский наш, он был земляк. Вот. Ну и все. Тоже огонь на себя вызывали. Вот. А потом все это закончилось. Мы с ним сели, обнялись с Николаем. Вот. И это. И даже заплакали. Жалко. Устонутые. И погибли. Столько ребят своих. Говорят, героями не рождаются. Героями становятся. Александр Яковлевич Анцупов – последний герой из всех сибиряков-героев Великой Отечественной. Форсирование Днепра стало одним из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны. И сколько бы лет ни прошло, чтобы не было новых жертв, мы должны помнить, какой ценой досталась нам победа. ПОТПИСМЕНТЫ СИГНАЛ, СИГНАЛ, СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как герой!